Привет, друзья! Сегодня мы с вами считаем что-то очень интересное и очень выгодное. Досмотрите это видео до конца и поделитесь с друзьями. Мы сегодня с вами считаем вот такой вот красивый гелик. Это гелик G350, который был поставлен на учет первый раз в январе 2020 года. Пробег 52 тысячи километров. И как вы видите, эта машина стоит 117 тысяч 500 евро. Это цена с НДС, потому что здесь указано, что VAT deductible. Значит, НДС подлежит к вычету. Сейчас мы эту с вами машину просчитаем и посмотрим, сколько же она будет стоить под ключ в Москве, если вы все сделаете сами. Поехали! Берем 117 тысяч 500 евро, причем показываю, что машина находится в Нидерландах. В Нидерландах НДС составляет 21%. И здесь я хотел бы показать, что это реальный продавец. У него 55 отзывов и у него 5 баллов рейтинг. То есть это не какое-то фейковое объявление. Гелик G350, классная реальная машина с пробегом 50 тысяч, скорее всего, 19-го года выпуска. Вот 286 лошадей, дизелечек 2,9. Давайте вместе посчитаем, сколько это будет в цифрах. Смотрим. 117 тысяч 500 евро. Мы должны вычленить отсюда НДС. Я уже заранее подготовился. Сумма НДС 20 392. Без НДС, то есть нет-то цена 97-107. Берем 97-107 тысяч евро. Это та цифра, которую вы должны будете заплатить нет-то. Понятно, что вы сразу не можете ее заплатить. Вы должны заплатить сначала бруто, только потом ждать возврата НДС. Но считаем, как будто вы заплатили 97-107. Прибавляем сюда таможню за 3-х литровый дизель 9 тысяч евро. Я чуть-чуть округлил. Да, там будет немножко дешевле, потому что движок 2,9. Смотрим. Получается 106 тысяч 107 евро. То есть 106 тысяч евро. И добавляем сюда расходы. Ваши расходы на поездку в Нидерланды и обратно. И даже, допустим, что вы не идете в квартал красных фонарей. И не пробуйте никакие булочки ни в коем случае. Потому что это все вредно для вашего здоровья. А берете бутерброды с сыром, которые вам дома подготовила ваша жена. И запаковала фольгу. И вот вы едете туда и берете с собой 1 тысячу евро. Добавляем тысячу евро. Получаем 107 тысяч 100 евро. Умножаем на курс текущий евро. Это 83. Я взял с комиссии. Получаем 8 миллионов 889 тысяч рублей. Ну, грубо говоря, 8 миллионов 900 тысяч рублей. Смотрим, сколько же такие автомобили стоят на рынке в России сейчас. Открываем. И у нас самые дешевые, смотрим, по возрастанию цены, 13 миллионов 500 тысяч рублей. А у нас с вами получилось 8900. Вывод. Выгодно привозить автомобили из Германии даже по текущему курсу? Выгодно. Вопросы все сюда. Поделитесь видео с друзьями. Пишите ваши комментарии. Буду рад. Пока.